Привет всем! Вы на канале Ava Music Box. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик. Ava Music Box, Ava, Ava Music Box. И сегодня я буду рассказывать про кого. Про кого? Да про кого? What is that? Про нее? Что еще? Не поняли кто это? Это Билли Айлиш! Она самая молодая, вторая артистка, которая выиграла 4 главных категории Грэмми. Лучший альбом года. Билли Айлиш! Когда мы спим, куда мы идем? Песня года. Новый исполнитель. И Грэмми идет к... Билли Айлиш! И лучший клип года. А вообще в этом году она выиграла 5 статуэток Грэмми. В прошлом году Тайм поместил ее в свой список Тайм 100 Некст. И хотя все про нее знают, наверное, вам будет интересно послушать ее историю. И, кстати, 17-летняя Билли Айлиш попала в книгу рекордов Гиннесса 2020 года. Ее песни продержались в музыкальных чартах больше 100 дней! До этого подобное удавалось только 18-летней Аврин Лавин. Но Билли ее переглюнула по возрасту. Первый хит Билли – Ocean Eyes. Вышел, когда я была всего лишь 14 лет. У самого популярного клипа «Bad Guy» «I'm the bad guy» «Да» «Да» «Пу-ру-пу-пу-пу-пу-пу» «Пятьсот двадцать два» «Просмотры на Ютуб» Кстати, вот она кнопочка нажимательная, потому что я тоже хочу 522 миллиона просмотров. Билли стала первым человеком, родившимся в 21 веке, который удалось пославить «Ход 100». На вершину чартах попал ее сингл «Bad Guy». «Bad Guy» Она – дочь учителя, актрисы и сценариста Мэгги Бейрт. Ее мама играла на фортепиано и гитаре, а также в университете она изучала танец и театр. А потом она переехала в Нью-Йорк и выступала на Бродвее. А также она снималась в сериалах, в кино, озвучивала видеоигры, ну и, конечно же, писала музыку. Ну, теперь понятно, в кого Билли. В 95-м году ее мама вышла замуж за американского актера, заметьте, актера, Патрика О'Коннелла. Ну, короче, ее родители из шоу-бизнеса. В 97-м году в семье родился сын Финнас. Впоследствии он стал, кстати, продюсером Билли и получил Грэмми «Лучший продюсер года». А в декабре 2001-го года родилась наша всеми любимая Билли Айлис. Родители решили оставить своих детей на домашнем обучении, потому что сказали, что на домашнем обучении они могут делать то, что они вправду хотят делать. И они стали заниматься, конечно же, чем? Творчеством. Они позволили детям выражать свои мысли и изучать все, что они хотят, в том числе музыку, танцы и актерское мастерство. Потом их мама научила основам написания песен, и они вместе писали музыку. Билли написала свою первую настоящую песню в 11 лет. Песня была о зомби-апокалипсисе. Билли, вдохновленная сериалом «Онячие мертвецы», взяла строки в сценарии и из этого сформировала песенку. Билли выступала на шоу талантов и три года проходила в детский хор в Лос-Анджелесе. В танце была еще одна ее страсть. Она занималась танцами с детства, но, к сожалению, в 2016 году она получила травму, и ей пришлось бросить танцы. У старшего брата была своя группа, и он попросил Билли записать одну песню, а называлась она «Ocean Eyes». Наверное, вы ее все теперь уже знаете. И эта песня оказалась большим прорывом, а дальше понеслось. Изначально Билли хотела, чтобы эта песня была для ее классов по танцам, но брат и сестра решили, что она слишком хороша, и запустили ее на музыкальную платформу SoundCloud. И в начале 2016 года было выпущено видео, где Билли поет эту песню, и это оказалось еще одним успехом. В феврале 2017 года Билли выпустила сингл «Малаяш». Затем она записала песню «Board», которая стала саундтреком Netflix «13 причин». А впоследствии выпустила еще два сингла «Watch» и «Copy Cat». В июле 2017 года она объявила об альбоме. Перед официальным релизом она выпустила еще два сингла. В преддверии релиза она добавляла новые песни каждую пятницу. Альбом вышел 12 августа 2017 года. Потом она поехала в тур, на который билеты раскопались прям моментально. И вот, наконец-таки, в 2019 году сингл «Bad Guy» вышел на вершину хит-парада «Billboard». Ну, об этом мы уже говорили. Теперь поговорим немножко о стиле Билли Айлиш. Как вы знаете, она любит одеваться в мешковатую одежду. И очень любит выделяться из стопы. Еще она любит ботинки только из мужского отдела. И чтобы они были немного побольше ее ступни. А теперь я вам расскажу про одно интервью с Билли Айлиш. В этом интервью она как раз рассказала, какие ботинки очень любит. Ей предложили выбрать, какие она хочет ботинки. После того, как она рассказала, какой она стиль любит. Они ей сказали, что она может выбрать, какие хочет ботинки. Она подошла к кассе, поставила ботинки. И они ей выдали очень большую цену. Она посмотрела в камеру, будто и ничего нет. Но все поняли, что в ее разуме было вот что. Че? Они мне предложили на бесплатное, я думала. Ну, это все про Билли Айлиш. Потому что она уже легенда. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока! Эйва Мюзик Бокс, Эйва, Эйва Мюзик Бокс.